привет родные друзья мы с андреем нашли на интернете на английском веб-сайте girl vs go рецепт хлеба очень простой там только соль дрожжи мука и вода теплая и все нам он очень понравился это вот мука которую мы использовали дрожжи которые мы использовали и соль ну и вода теплая из чайника так теперь мы смотрим что тут рецепт я могу или андрей может вам всем отправить но на английском поэтому мы решили сделать видео на русском значит нам понадобится 3 капа 1 кап 250 миллилитров но здесь у меня еще есть таблица на таком коврике есть таблица мука и сахар и 1 кап это 110 граммов то есть нам 3 капа муки надо значит 330 грамм муки хотя прошлый раз я просто этим капом отмеряла так 330 но это всего 2 капа вот три капа 3 капа муки теперь туда мы добавляем две чайных ложки соли прошлый раз мы попробовали всего чайную ложку соли и слегка было недосолено поэтому в этот раз мы сделаем полторы чайных ложки соли или две две ладно давай сделаем две и посмотрим насколько соленый будет нам просто не очень нравится сильно соленый хлеб ну ладно посмотрим ну ладно посмотрим раз и два кофе кошерная соль так дрожжи у меня уже открыты из прошлого раза и дрожжей надо одну чайную ложку кстати в рецепте они указывают именно такие дрожжи у меня просто по совпадению получилось что именно такие дрожжи но я думаю что главное чтобы были актив дрожжи актив драй актив драй то есть активные сухие дрожжи так одна чайная ложка одна чайная ложка тут еще осталось на один раз чтобы не рассыпать так теперь мы добавим воду воды идет полтора капа у меня здесь старенький наш такой вот здесь есть деление в капах а здесь миллилитрах так что я налью с этой стороны и потом видно будет сколько это в миллилитрах так вот полтора капа температура воды должна быть 110-115 градусов по фаренгейту сейчас мы посмотрим сколько это по цельсии это где-то 40-46 градусов теплая водичка должна быть ну а она у нас может она может коричь и градусник надо сейчас я достану градусник мы померяем мы тут себе термометр такой приобрели за сколько за 11 долларов на амазоне он нам очень понравился мы его специально для хлеба приобрели а и колбасу мы еще пытаемся научиться делать на этом термометре есть цельсия и фаренгейт у нас сейчас стоит фаренгейте так что посмотрим 120 то есть немножко прохладнее чем нам надо подождем или кусочек льда закинем как ты думаешь лед закинем так воду навели сейчас я отолью лишнее ну все теперь все это выливаем сюда сначала размешиваем сухие ингредиенты вместе хорошо очень хорошо ну все потом сюда выливаем Выливаем водичку тепленькую и все помесим. 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 До такой однородной массы все перемешали. Тесто липкое становится. Теперь мы его накроем пленкой пищевой и оставим на при комнатной температуре на минимум 8 часов, максимум 18. Сейчас я вам накрою пленкой. Закрыли пленкой и все. И оставим при комнатной температуре. Пусть клеится. Это мы опять. Наша кухня. Прошло 8 часов. Тесто вот такое у нас стало. Увеличилось в объеме. И вот в пузырьках все такое. У кого? Положили пергаментную бумагу. Посыпали мукой слегка. Можно здесь руки еще и так сделать. Чтобы тесто немножко надо теперь побить. Я его сначала в кучу собираю. Здесь оно к рукам прилипает конечно. Но здесь не надо много муки. Сейчас я его в кучу соберу. А потом руки рукой слегка присыплю. Сделаю из него шарик и положу туда. Ну оно в принципе неплохо отстает от рук. Масла я не использую. По рецепту масла нету. Даже для того чтобы тесто руками брать. Поэтому масло я не использую. Вот пока я тесто пытаюсь оторвать от чашки. Оно заодно бьется. Там по-английски написано биде дау. То есть побить тесто надо. Все оторвалось. Ну почти все. И вот так вот я его сейчас соберу в кучу. Заодно он умнется слегка. Ну это хорошо. Не хочет от чашки особо ждаться. О! Все. Вот. Теперь я его кладу сюда. И пытаюсь отлепить от себя. Так. Да, мне еще надо муки пушить. Сыпь-сыпь-сыпь. Вот. Спасибо. Вот так вот. Мы сделали из него такой вот шарик. Сейчас. Руки помою. Чашку взорвну. Так. Теперь присыпали мукой слегка. И все. И сейчас мы его накроем чашкой, чтобы оно полчаса стояло. Расстаивалось. Сейчас. Духовка наша. Духовка на 450 градусов по Фаренгейту. Так. Не перевели заранее, да? Она сейчас. Я сейчас поставлю. Окей. Так. Теперь ставим казанок туда. Его надо очень хорошо нагреть полчаса. И вот как раз полчаса будет тесто стоять у нас. 30 минут. Все. Ага. Так. Теперь мы все это собираем в одну куку и закидываем в очень раскаленный казанок. Вот так. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Теперь накрываем крышкой. Очень горячий. Опа. 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 И ставим в духовку. Так. Значит под крышкой мы держали 40 минут на 450 градусов по Фаренгейту. Сейчас внутри померяем. 207 градусов. 200 градусов это уже готовое тесто. Если хотите более зажаристую корочку, более зажаренную, то можете еще минут на пять поставить без крышки на той же самой температуре 450 градусов по Фаренгейту. Но мы решили этого не делать. Нам светлый хлебушек так нравится. Вот. Теперь он будет остывать. Сейчас он чуть-чуть приостынет и мы его вытащим просто на доску, чтобы он до утра остыл. Минимум надо час ждать, чтобы он остыл, прежде чем можно резать и кушать. Все. Пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok